Итак, у нас очередной один из главных сезонных заседаний семинаров. Тему все знают. Графия «Новая страница физики». Рассказывает нам проекты Леонид Александрович Фальковский Института теоретической физики Ландау. Я в свое время в этом институте, на базовой камере в этом институте решился. Поэтому, я буду плачевать на судовоприятие. Так, я, как обычно, пускаю по рядам список для записи присутствующих. Какое-то количество объявлений, если кому-то хочется картинку посмотреть подольше. И какое-то количество объявлений. Тут у меня везено следующие семена, тоже пускаю по рядам. Значит, в следующий раз у нас будут тушкать 4ЗТФ. От кварков к черным дымам и обратно. Значит, это Захаров Владимирович Фальковский Институтович Фальковский Институтович. Знающие люди, мне объясняю, что Захаров на данный момент имеет, кажется, даже наибольший ссылок по физике высоких энергий среди отечественных учебников. Значит, и насколько я знаю, подоплёк вот этого будущего доклада в турнире, ну, это, наверное, подоплёк не только от этого, но и других, что Шприн на самом деле студент. И именно поэтому я хотела бы выступить в целом на то, что я могу студентам рассовет на научный араб с перспективой подписания. Ну, и, наверное, наверняка это не только к нам относится, но и к краю передаю объявление предъявил слово. Ну, добрый вечер. Меня слышно, нет? Я в последний раз на физике был, наверное, лет 30 тому назад. Вот на этой кафедре преподавал своё время. Тогда я заеду в Берестецкий, и там, из светлых воспоминаний, у меня остались черепития, там, 30 августа, накануне учебного года. Когда Берестецкий нас собирал, там, в своей квартире, там, на территории Тефа, и мы вот так пили чай. Но кроме того, студенты были очень хорошие на физике. Я думаю, надеюсь, что уровень студентов за 30 лет сильно не изменился. Вот несмотря на то, что студенты идут сейчас в большом количестве в бухгалтерскую плоскость, а самое главное, что они уезжают за границу, потому что, ну, лучше работает за границей, всё-таки, надо сказать. Бывают случаи, что вот студенты 4-го курса вот берут и все уезжают. Но надо сказать, что в последнее время ситуация меняется. Но меняется в лучшую сторону, потому что и жильём становится получше, но и потом и с деньгами становится лучше. Вот сказано было, что студентов не хватает, их не хватает и вот нам. Несмотря на то, что денег, денег много. В этом году начинающийся, вот, та группа, с которой я работаю, выиграла два европейских больших камня. Я тогда описал заявку на этот грант, и сказал, что студенты будут с 1 сентября. Но я не уверен, что они появятся. Деньги платить некому, хотя оплачивают из гранта поездки в Швейцарю, или буты можно покупать. Поэтому студенты нужны всем. Вы можете распрямить грудь вот так вот широко. Вы востребованы. Востребованы. На самом деле, мне кажется, что и жильём лучше. В общем, ситуация меняется. Так плохо, как она продолжалась до сих пор, не может продолжаться. Не может продолжаться, потому что народ осознаёт, что всё-таки ситуация должна быть изменена. Ну и вторая вещь, о которой я хотел сказать с самого начала. Кстати, о студентах. Вот я, помимо института Вандау, работаю в экспериментальном институте. Это институт физики высоких давлений. Он находится в Троевске. Директором института является академик Стишо. Замечательный учёный, известен тем, что он, будучи в аспирантуре, открыл Стишовик. Вот такой. Ему не хватало минерала для того, чтобы организовать землю. Не хватало минерала, кто в тот момент этот минерал был неизвестен. Плотную упаковку перевезём, оселинцевом О-2. И он, будучи аспирантом, думал, что его можно будет получить в лабораторных условиях. И получил, то есть получил вначале теоретически, предсказал его структуру, а потом он был в лабораторе. И он, этот самый минерал, вот тогда времена были эти новые, там какие-то были 60-е годы. И он, этот минерал, найденный в кратере аргонского, аргонского такого метеоритного кратера, он был назван американцами именем Стишовик. И поэтому, не у нас он был назван, именем аспиранта, и минерал был назван, не простое дело. И поэтому этот минерал существует до сих пор. Так вот, директором института физики высоких давлений является Стишов, существует до сих пор очень активный, такой ругающий человек. Это институт физики, когда он появляется в институт. И я вам советую всем идти в институт физики высоких давлений, к Академии Стишов. Кстати, ну мы дойдем, иногда приходят люди, которые как бы себя числят экспериментаторами, а потом вот, позанимавшись 4 года, оказываются теоретиками. И вот у меня был такой студент 2 года тому назад, Сергей Першагуба, пришел, занимаясь экспериментом. А через 3 месяца выяснилось, что он вполне способный теоретик. Сейчас он сидит в университете под Нью-Йорком и мне сообщает, как он там хорошо живется. Конечно, и мне приятно получать такие письма, но я бы предпочел, чтобы Сергей Першагуба сидел бы в нашем институте. А то, о чем я хотел сказать еще несколько слов в самом начале, это вот о том, как мне рассказывать. Я думал, как обычно все-таки мы научные работники, ориентируемся на научные работники. А здесь мне сказали, что довольно много студентов первого курса. Так вот просто буду ли? И не хочется. Поэтому я буду считать, что вы все научные работники уже. Но как бы не буду, но не спросим, сколько. Сейчас. И кто с первого курса, вы заметили? Нет, ну, есть. Поэтому надо рассчитывать. А с третьего? Но все равно я уверен, что большинство присутствующих не знает ни квантовой механики, ни статисты. Кто ничего не слышал? Квантую механику знают. У кого не было еще квантовой механики? И что все правят? А нет, ну вот, для чек нет. В твердом силу они не знают. Ну ладно. Так вот, я вот о чем подумал. Буду рассказывать, как если бы вы были полноценными научными сотрудниками. А вы будете кто-нибудь, во всяком случае, мне помогать. В качестве на отряда, кто мне... Вопросы, естественно. Кто мне будет помогать наиболее интенсивно, тот получит книгу «Ток, что издано», Абрикосова, «Основу теории металла». Я был редактором этой книги. Первое издание 1984 года разошлось. Оно является библиографической пектостью. Вы, если захотите в библиотеке его взять, то у вас зачетку потребуют. То есть мне студенты говорят, что невозможно. Так вот, тот человек, кто будет следить за тем, что я буду говорить, и будет ему помогать, тот получит эту книгу. Бесплатно совершенно. Итак, поехали. Значит, речь... Вот еще одна вещь. Значит, время от времени в физике происходят какие-то такие заметные события. Вот на моей памяти первое заметное событие произошло в 1957 году. Была предложена теория сверхпроводимости, теория Баташа. В 1957 год я в те времена начал сдавать теорию минимума Ландау. Я его сдал в 1959 году. Еще Ландау тогда сам принимал и первые последние замены. Поэтому я все очень хорошо помню. Вот как это произошло. Значит, это первое крупное событие. 1957 год, теория сверхпроводимости. Потом была высокотемпературная сверхпроводимость открыта. Потом появились пулерены совсем недавно. Это были такие, как бы, громкие события. Но потом мне стало казаться, что все, физика закончилась, потому что не видно, чего бы еще можно было объяснить. Вот, казалось бы, все люди уже объяснили. В физике ничего такого непонятного не существует. И тут произошло в 2004 году событие совершенно удивительное. Вот в 2004 году два вот этих человека, русских, Андрей Гейн, он на самом деле немец по происхождению, родители его немеца. Андрей Гейн и Константин Ивасилов, которые работали за Кудамом, в институте всеми диалогами, никто их не знал. Они дали и поднялись и уехали в Манчестер. И буквально в 2005 году появилась первая работа. О графике, вот первая работа в этом году. И эта работа произвела бум, можно смело это сказать, равноценный вот тому, который был в момент создания теории сверхпроводительности. Ну, я еще поговорю в конце, как выглядит этот бум статистически. А вот то, чего они сделали, они вырастили образцы. Вот этот образец показан здесь крупно. Это атомы углерода, лежащие в плоскости, и образующие решетку пространственного типа пчелиных соль. Вот тут есть голубенькие шарики и фрасные. Это так потому, что в элементарной ячейке решетки графена, вот это и есть графена, имеются два атома. Нельзя тут выбрать элементарные периоды так, чтобы в решетке был один атом. В элементарном периоде, они называются периоды, на которые вы можете протранслировать решетку так, чтобы она совмещалась сама с собой. Так вот тут не удается выбрать эти элементарные периоды так, чтобы в решетке был один атом. И поэтому вот имеется два атома, и вся решетка состоит как бы из мух под решеток. Вот красненькие и голубые. И в этом главная причина того, что произошло потом. Два атома в рентгарной ячейке. Вот так выглядели кристаллы, на которых экспериментировали эти ребята. Они моноатомные по толщине. Значит, толщина, ну, порядка, там, трех ангстрем. На самом деле, вот расстояние между ближайшими атомами полтора ангстрема, а толщина этого образца моноатомная. Как они получали этот образец? Конечно, эта история анекдотическая. Они брали хороший график, хороший такой, с колом полученным, приклеивали скотч к этой поверхности и аккуратно его отдирали. И тогда на скотче был моноатомный слой, потому что графит, он такой, из плоскостей вот таких состоит. И легко очень одну плоскость относительно другой сместить. И дальше в руках вы на скотче имеете моноатомный слой. И с этим слоем можно экспериментировать. Вот образец из этого графена, вот тут показан, тут вот если присмотреться, видно, это такая четырехконтактная схема для того, чтобы измерять пол. Наверняка присутствующая здесь, не знаю, что такое пол. Это синий-серый, это... Вот, темный, такой, почти прозрачный. И вообще, мы поговорим об этом, удивительно, что моноатомные образцы видны. Позвало бы, свет должен замечательно проходить через моноатомный слой, еще не должно отрадаться. Но, тем не менее, вот, отражаются, и поэтому он не делает. Вот такие непрозрачные. Непрозрачные. Мы об этом тоже поговорим. Книжку вам не дам. Понятно? Значит, поговорим. Вопросы довольно-таки серьезные. Значит, что... А чем смотрят вот графены? Что там... Какие микроскопы смотрят? Разные способы. Вот это... Вот это просто на спичку. Можно светом смотреть, можно рентгеном смотреть, можно мерить. А вот серая, серая картинка с тремя обменами. Вот это и есть образцы. А там, как она получит? А сейчас получают не только. Вот так, как я сказал, можно и питаться, и маникулярное получить. Можно получать сейчас разными способами. Это картинка, это что-то на себе? Картинка просто сфотографирована, но и увеличена. Так, а чем? Сфотографируйте, но и увеличена. А на картинке там монослой или там? Монослой. Монослой. Графены. Все время будем говорить, если не оговорено специально, о монослой. Монослой. Ну вот это произошло в пятом году. И что, собственно, они померили? Почему поднялся такой бум? Вот на самом-то деле, сейчас я чуть позже скажу, почему бум не уста. А на самом-то деле, вот люди имели дело с графеном раньше, но это слово не употребляли. Потому что вот это вот графеновый монослой. Если накладывать их вот так, как здесь получится, это и получится графин. Тут видно, что с каждой следующей слою положено так, что атом следующего слоя, ну, например, вот этот, лежит точно под центром предыдущего шестиугольника. Вот так они почти похожи, но вот так укладываются слои А, Б, А, вот так скажем. Если их укладку определить, так они в графике укладываются. А вот это, если графен свернуть в трубку. И с трубками тоже народ экспериментировал и до этого. А вот это, С-60, такая структура, она не совсем сделана из графеновой плоскости, потому что здесь шестиугольники чередуются с пятиугольниками. Просто известна патологическая такая теорема, что нельзя из шестиугольника расслабить сферу. Поэтому надо чередовать шестиугольники и пятиугольники. Но не только вот с такими структурами народ имел дело. На самом деле, вот, теоретически, первая замечательная работа, вот, которая, на самом деле, в которой строился график из графеновых плоскостей, она была сделана как раз вот в 58-м году с Ланчевским и Ленисом. И вот эта работа очень нравилась Ланчевскому. Я помню, как он заставлял докладчиков рассказывать, вот, про весну, Ландау Физреф увидел эту статью 55-го года, и она дальше рассказывается на семинаре в 4-м. Вот эта работа очень нравилась. Почему? Потому что электронный спектр такой системы строился следующим образом. Вначале брался один слой, монослой, слово графен не было известно. И там по симметрии находился электронный спектр, вот в такой решетке. А вот эти слои уже при ближении сильной связи. При ближении сильной связи тем, известно будет тем, кто будет заниматься физикой твердого тела. Это очень хорошо работающее приближение. И вот оно было использовано в работе Сланчевского и Лениса. И электронная структура как монослоя, так и вот такой последовательности слоев тогда была получена. Но никто же скотчем не пользовался, поэтому тогда мы не надеялись. Значит, вот как бы я хочу сказать, что толчком вообще для любой науки является эксперимент. И вот как только Гейм и Новоселов померили, вот то, что будет показано на следующем слайде, то сразу же возник бум. А у Сланчевского и Лениса вот эта структура таким образом получилась. Значит, для того, чтобы в слое, в монослое нарисовать, написать электронный спектр, нужно задать так называемую зону Брюллера. Она тоже, значит, квазиимпульс или просто ежусь, он лежит вот в пределах этого шестиугольника. И энергия зависит от квазиимпульса в твердом теле. И вот есть особые точки К и К-штрих, где две зоны пересекаются. Вот это одна энергетическая зона, а это другая энергетическая зона. Вот здесь они записаны в явном виде. Эксилл на 1, 2. Энергия в первой и второй зоне имеет вот такой вот вид. Значит, квазиимпульс П отсчитывается от вот этой точки К или К-штрих в плоскости. И видно, что, значит, энергия представляет собой, ну, такую тоническую поверхность, что и конус, как функция вот этого П. А В просто константа. Она же была измерена и в 1957 году, и оценена тоже. Вот она порядка 10,8 сантиметров в секунду. 10,8 сантиметров в секунду – это характерные значения скорости электрона в твердом теле. Они вот всегда такие. А если пространственную картинку нарисовать спектра, то она вот такая выглядит. Вот это точки К и К-штрих здесь касаются или пересекаются, точнее, две зоны. А дальше эти две зоны расходятся. Вот это пересечение здесь показано крупным планом, и вот оно тоже здесь нарисовано. Значит, если графен идеально чистый, то заполнена вот эта нижняя зона, а верхняя идеально, в идеально чистом графене свободна. Тут нет носителей. Но носителей можно нагонять, вот как здесь нарисовано, это будут электроны. Или освобождать валентную зону, когда там появится, двумя способами. Во-первых, графен никогда не бывает идеально чистым. Всегда там имеются примеси, и поэтому датируются естественными носителями вот эти две зоны. А кроме того, можно сделать из этой плоскости, графеновой, одну плоскость конденсатора. Плоскость конденсатора. А вторую плоскость взять нормальную, какую-то металлическую. И вот к этому конденсатору, если вы хотите прикладывать напряжение, то носители будут накачиваться. Ну, как и полагается, на конденсаторе число носителей зависит от приложенного напряжения. Если полярность напряжения такая, что, скажем, графеновая плоскость заряжается отрицательно, это означает, что здесь вы накачиваете электроны. А если вы полярность напряжения приложите такой, чтобы там положительный был потенциал на графене, то тут появятся дырки. Таким образом можно вот эту точку коническую проходить с помощью внешнего напряжения. Это вообще уже фантастика, потому что вот это место можно изучать, что называется, с помощью очень простого прибора. Ну, а давайте у них спросим. То есть, надо бы в двух словах объяснить, откуда берется вода в воде. Значит, атомная решетка, это, можно сказать, такая дефекционная решетка. И когда в этой дефекционной решетке существует частица, если ее импульс приближается к родительному напряжению, происходит водное отражение, и она вместо того, чтобы выкинуть ее, перескать ее только по полотнему. Поэтому оказывается, что импульс может быть не любой, а только вот внутри этой точки. Ну, поехали дальше. Значит, вот что увидели в пятом, четвертом, пятом году. Ну, эти ребята, значит, они мерили, мерили, вот проводимость, как функцию напряжения на конденсаторе. Это называется затвором. Вот тут напряжение приложено. Если напряжение растет в эту сторону, тогда в графине будут электроны. А если растет в эту сторону, но по знаку отрицательного, тогда там дымки появляются. Что же они увидели? Вот при относительно больших напряжениях на затворе проводимость растет пропорционально концентрации. В ту и в другую сторону проводимость пропорционально концентрации носителей. Независимо от знака. А когда вы проходите вот через то место, где носителей быть не должно, вот тут вот минимальное значение проводимости обнаруживается. И это минимальное значение оказывается... Спросите у меня, я скажу. А по оси, что отложено? Здесь отложено напряжение на конденсаторе, а здесь отложено проводимость. Проводимость, которая не померя. Проводимость прямо пропорционально концентрации носителей. А сколько эта точка минимума? А? А точка эта минимума откуда у тебя? Точка минимума? Ну вот это вот, когда у нас... Почему у нас там носители будут тяжелые? Почему минимум? Да. Ну потому что есть напряжение, я об этом говорил, когда у вас, казалось бы, нет вообще носителей. Вы помните, я говорил, что тип носителей можно менять, изменяя полярность на конденсаторе. Большое, скажем, положительное, это будут дырки. Большое отрицательное, электронное. Значит, меняя напряжение на затворе полярность его, вы проходите через то место, где носителей как бы нет совсем. Но проводимость есть, оказывается. Что? Что это является? Правильно. А я еще на него чуть позже. Нельзя это примесями объяснить. Ну и за примесей. Что? Из-за примесей-то будут носители? Тоже правильный вопрос. Вот сейчас будет ответ на оба эти вопроса. Вот посмотрите, что они дальше сделали. Они люди непростые. Они стали менять образцы. Потому что образцы бывают разного качества. Одни образцы похуже, другие образцы получше. И казалось бы, от этого, если это примесная проводимость, должна зависеть минимальная проводимость. Это зависит от того, что там с примесями происходит. Но оказалось, что эта минимальная проводимость принимает универсальное значение. Не зависит от образца. И это видно вот здесь. Здесь точками изображены разные образцы. Точки это разные образцы. А вот здесь сопротивление в единицах, вот тут не видно, в единицах постоянная планка, деленная на 4Е2. Единица сопротивления, постоянная планка, деленная на 4Е2. Вот это единица сопротивления. Универсальная планка 1 на 10 минус 27. Единка, заряд электрона, 4,8 на 10 минус 10. Значит, вы видите, что сопротивление разных образцов, оно в этих единицах принимает одно и то же значение. Универсальное. Независящее от качества образцов. Как это вот, вы понимаете, умение поселения, то что соответствует, что минимум в единицах заполнено в верхней пустыне? Казалось бы, минимум сопротивленности означает, что вы переходите из второй или третий раз повторяю. От образца с большой концентрацией носителей, вот здесь одного знака, с большой концентрацией носителей, но другого знака. Значит, вы должны проходить через точку, где нет носителей. И вот тут нет носителей, но это минимальное сопротивление универсально. А как этот процесс зависит от температуры? Это все делается при низкой температуре. Вообще, зависимость от температуры обнаруживается, начиная с температур, порядка 100 градусов. Вот эта вся картина не меняется, не меняется, входит до достаточно высокой. Температурная зависимость сопротивления обнаруживается в достаточно высокой температуре. Еще раз повторяю, вот это центральное место, и я хочу, что вот это потрясение, которое все испытали, оно связано с этим. Понимаете? Сопротивление разных образцов минимальное, универсальное. А? А это все равно сопротивление или проводимость обратной величины. Сопротивление обратной величины по отношению к проводимому. Эта величина не зависит, оказывается, от качества кофе. И это, с ума зла, задача на народ. Не бывает такого наследия. Разные образцы берете, а что-то у них оказывается одинаковым. Одинаковым у них оказывается минимальная проводимость. Минимальная проводимость с повышением температуры увеличивается? Я вам не сказал. Вроде температур порядка 100 градусов мало меняется. Качество образца, видите, не влияет. Качество образца – это остаточное сопротивление. Те, кто меряет это дело, знают, что, на самом деле, начинается, конечно, влияние температуры всегда. Но при низкой температуре просто это универсальное. А напряжение постоянно это давалось? Нет. Напряжение всякий раз выбиралось так, чтобы вот это минимальное проводимость было. Вот я хочу, чтобы вот такого рода события в любой науке являются потрясением. Потому что это надо объяснить. И я хочу, чтобы вы поняли, что так жить с этой загадкой физик не может. Вот просто не может. Спасибо, пожалуйста. Да, и сейчас будем прийти. Сейчас. Все будет. У нас сегодня вечер этих самых артурных. Вот. И я хочу, чтобы вот это вот, значит, 5 лет уже продолжается это вот безобразие. Вот физики, занимающиеся конденсментом, живут в этом вот безобразии. И постепенно кое-что выясняете. Следующее, вот давайте поехали постепенно. Я хочу только, чтобы вы услышали, что есть вот такая, возникла в 5-м году такая проблема, осязаемая. Осязаемая. Никакой температуры, никак ее не обойдешь. Вот первый вывод, который они сделали. Что проводимость пропорционально плотности носителя, это я сказал. Это вон, проводимость пропорционально плотности. Это видно. Второй вывод, который они сделали, вот что. Минимальная проводимость принимает универсальное значение. Вот написано. Только там в знаменателе это, но это не это, а это постоянная планка перечеркнутая. Вот это тут так компьютер не резь мою флешку. Вот это постоянная планка перечеркнутая. Это универсальное значение минимальной проводимости. А третья, не менее загадочная штука, но гораздо более простая для объяснения, вот какая. Не в этом эксперименте. А впервые даже в теории оказалось, что проводимость как функция частоты, теперь давайте электрическое поле менять. Перемерное электрическое поле. Есть область частот в оптическом диапазоне. Довольно широкая область частот. Вот я покажу эту область. Где проводимость как функция частоты тоже есть универсальная. Не зависит от самой частоты, не зависит от температуры. Это тоже постоянная планка перечеркнутая. Еще раз. Вот переменное поле, меряете проводимость по переменному полю, можно это померить. Коэффициент пропорциональности между топом, параллельной плоскости и полем. Это величина вообще у всех металлах зависит от частоты. Зависит от частоты высокочастотной проводимости. А у графена существует широкая область в оптической части света. Где эта оптическая проводимость константа. Но видно, что это та же самая примерная константа. Е квадратная постоянная планка стоит и здесь, и здесь. Однако здесь две трети, два делить на И. А здесь, как вы видите, мы в 20. Коэффициенты только немножко другими. А по порядку величины они оказались универсальными. Нелинейная проводимость, это вы будете делать. Теперь, вот мы с Варламовым в 2006 году положили в кондумат вот эту формулу и вычислили. Оказывается, здесь простая формула. Простая формула допроводимости. Я только объясню, что тут стоит. Вот это проводимость, как функция частоты и волнового вектора. Нужно по двумерному квазиимпульсу интегрировать. Здесь функция распределения стоит в фирме геррата. Вот это есть ε, а это и есть зоны. А p плюс-минус это вот так вот смещается. По p интеграл берется, а а это вот внешний волновой вектор. Эта формула, вот два слагаемых есть. Они отличаются тем, что в первом слагаемом индекс зоны всюду входит один и тот же. И обе зоны, нижняя и верхняя, тут два члена в этой сумме. А второе слагаемое, пили плюсные входят члены. Скажем, здесь ε1 от энергии, функция распределения зависящая от электронов в нижней зоне. А эта функция распределения зависящая от энергии электронов в верхней зоне. Здесь энергия относится к радио, зонам. Так вот, такая формула может быть получена тогда, когда частоты, температуры большие по сравнению с частотой реваксации у электронов, и частота реваксации. Она за счет того возникает, что электроны сталкиваются друг с другом и с примесями. И статическая проводимость, она определяется тем, что частота мала по сравнению с вот этой частотой реваксации. А оптическая проводимость, вот такая формула, может быть получена для больших частот. Значит, та формула, вот та, нижняя, которая оптическая проводимость, она определяется большими частотами. А верили на эксперименте, а не сначала, статическую проводимость, когда частота стремятся к нулю. Вы увидите, что карба, значит, отличается это тем, что тут омега плюс омега надо заменить на самом деле на омега плюс этап. И тогда обе будут и вещественная частота, высокочастотная, и низкочастотная, описаны этой формулой. Но строго эта формула получена только вот в этом случае. Я что хочу заменить, что вот сигма эта проводилась как функция комплексной омеги, оказывается универсальной. Я могу ходить в комплексной плоскости, уже это вы все знаете. И с вещественной оси, где омега, вот вещественная, переходить на мнимую ось, где омега и тал. И я только коэффициентик зарабатываю, там, одна четверть или две трети. Значит, проводимость как функция комплексной частоты на самом деле принимает универсальное такое значение. И вот из этой формулы получается, на самом деле, мгновенно ответ. Ну, не буду я говорить про то, что первое слагаемое называется слагаемым Дру де Больсмана. Вот это внутризонный вклад в проводимость. А второе слагаемое называется межзонный вклад. Вот это второе слагаемое, межзонный вклад. Оно вот тут проиллюстрировано. Когда у вас есть частота, представьте себе, что вот чистый графен и, скажем, даже щели. Когда электроны из-за того, что есть частота, здесь опять-таки постоянная кванта, могут переходить, поглощая электромагнитный квант из нижней зоны в верхнюю, тогда и происходит поглощение. И вот это поглощение описывается вещественной частью этого слагаемого второго. Это тот же процесс, но только носители при низкой температуре имеются и в зоне проводимости. Тогда переходы, возможно, вот отсюда, в свободные места. И в том и в другом случае у этого второго слагаемого появляется мнимая вещественная часть проводимости. И сам этот вклад вещественная часть проводимости межзонный. Конечно, в науке был известен. Но вот на то, что здесь есть и мнимый вклад в проводимость, люди как-то не обращали внимания. А оба они на самом деле существенные. Вы же до этого рисовали так, а у этого запрещенной зоны нет. Куда она появилась? Что? Вы до этого рисовали так, а у этого запрещенной зоны нет. Куда она появилась? Ну вот я говорю. Если вы сюда нальете носители, то когда запрещенной зоны нет, то все равно переходы возможны только на свободные места. Роль запрещенной зоны играет химический потенциал. Энергия в форме, энергия посреднего за полным состоянием. Понятно? Теперь, если хотите еще и про это поговорить, то оказывается вот что. На самом деле в графине есть запрещенная зона. Она возникает, если вы рассмотрите спин орбитального взаимодействия. Она мала на самом деле. Величина спин орбитального взаимодействия с графинами и, соответственно, величина запрещенной зоны равна градусу. Это 10 минус 4 электрон вольта. Один градус. Для тех энергий, с которыми мы все имеем дело, а мы имеем дело с энергиями порядка 100 градусов, 10 минус 2 электрон вольта, один градус запрещенной зоны никакого значения не имеет. Но, строго говоря, такая запрещенная зона в графине есть. Количество, на какую-то миную часть, скажем так, можно ее... Конечно! Она... Вот я следующую пробу, он там, наверное, не описал. Она сразу там отделяется. Вот этот интеграл содержит и миную вещественную часть за счет обхода. Вот тут, когда бесконечно малую добавку в чистоте добавите, тут ноль в знаменателе есть. И из-за входа вот этого 0 возникает мнимая часть обхода. Вещественная часть – это главное значение этого. Мнимая часть... Вот какой внимательный человек. Вот он все замечает. Между прочим, вот они выписаны. Вот это внутризонная слабаемая, друговская. А вот это в явном виде межзонная и вещественная часть. И вот он обход написан явно, мнимая часть. Это переходы из одной зоны в другую. Есть и то, и все. И вот эти интегралы все... Ну, первый интеграл берется строго. И вот этот интеграл Першегуба взял. Я взял на этот интеграл. Но вот этот интеграл, вот на этот интеграл, я для дела не видел, что он берется. А Першегуба, он дошко, он кончал фистел. И пришел, несмотря на то, что считал экспериментатором, это его заслуга. Он увидел, что этот интеграл берется. Вот этот первый грузовский член берется. При любой температуре. Вот температура входит, и потенциал входит. Функция распределения от потенциала зависит. А вот этот, к сожалению, нету Першегуба второго. Першегуба взял бы точный второй интеграл. Но он анализируется. Значит, ну тут разные предельные случаи. Вот написано для первого интеграла. А вот этот второй интеграл при Т равном нулю берется. Когда температура равна нулю, тогда у Фермерского распределения ступенька. И тогда вот этот интеграл точно вычисляется. Нет щели и Т равна нулю. Вот это есть тета-функция, это скачок. Единичный скачок. Про тета-функцию все знают. Тета-функция равна единице, когда аргумент больше нуля, и равна нулю, когда аргумент меньше нуля. Это есть мимая часть этого интеграла. А это есть вещественная логарифмическая часть. Вот проводимости, вот так выглядит проводимость. Вот это поглощение, вот эта вещественная часть проводимости, она возникает только тогда, когда частота больше удвоенного химпотенциала, надо переходить из нижней зоны наверх. А вот это логарифмическая особенность. Есть замечательные соотношения Крамерса-Кроника. Они связывают две части, вещественную и мнимую, интегральные соотношения проводимости. И зная, скажем, вещественную часть, можно вычислить мнимую просто. Но вот аналитические соотношения, и тот скачок единичный дает всегда логарифмическую особенность в мнимой части. Вот видно, что когда омега соединится к двойню, то есть на пороге, омега равная двойню, это порог поглощения. Тут при омега меньше двойню нет поглощения, при омега больше двойню есть поглощение. И на пороге вот эта часть мнимая обращается в бесконечность логарифмически, видите, в знаменателе ноль. И, конечно, это от того возникло, что температура положена равной нулю. Малая температура появляется в знаменателе, и, как говорят теоретики, режет эту бесконечность. Вот критерия оконечной, но малой. Нужно заменить в знаменателе вот так. Температура появится. Ну и эта функция скачок, тоже не аналитичность. Она перейдет вот в такую плавную функцию, которая тоже переходит от нуля до единицы. Это, на самом деле, исследование вот этого интеграла. Это было вначале сделано теоретически. И, конечно, люди очень быстро это померили. Померили вот это место очень быстро. Что-то знающие экспериментаторы говорят, что не могут так быстро вообще мерить люди. Значит, они, на самом деле, нечем. Но я так не думаю, что очень приличное пределение. Значит, а, обратите внимание, что вот эта величина значит секунду. Давайте посмотрим на эти две формулы как на зависимости от частоты. Будем частоту увеличивать. Тогда видно, что это убывает. Потому что омега будет стать знаменателем, и при большой частоте это будет меньше, чем это. Внутризонная, Друдовская проводимость убывает частоту. А здесь вот какая хитрость. В агритмической особенности века на самом пороге, а вдали от порога, вот мнимая часть, меньше вещественной, если вы сверху от порога. При большой частоте проводимость выходит на Е квадрат делить на 4H. Вот универсальное значение проводимости. При частоте больше, чем удвоенный химпотенциал, больше, чем энергия термин, проводимость принимает универсальное значение, высокочастотное, как функция частоты. Е квадрат на 4H. Кто мне скажет, ограничена ли частота сверху? Снизу, я понимаю, что частота должна быть больше чего-то. Больше, чем 2μ и больше, чем единица на Тау, для того, чтобы вот это универсальное значение получить. А сверху, чем ограничено это поведение? По частоте. Чем? Чем? Нет, проще. Нет, тут нет вот пока фанона совсем. Кто-нибудь скажи. Кто-нибудь скажи. А? Правильно, но в каком смысле? Более точно надо сказать. Ответ правильный, но надо дать более точный ответ. Чем по частоте ограничено это универсальное поведение? Не могу уходить на бесконечность по частоте. Чем ограничено? Я где-то использовал это на ваших глазах. Чем его никто не скажет? Какой хамфурт? И просто там видно было, куда я это вставил. Как вас зовут? Я, кажется, вы очень умный. Как же вы не заметили, что я как бы использовал это обстоятельство? Ведь спектр брался вот такой, да? А уж это не может быть на больших энергиях. Вот это эпсилон, а вот это К. Ясное дело, что нельзя этот спектр до бесконечности, когда частота больше становится, то у меня переходы вот на большие энергии происходят отсюда на туда. Но не может быть линейным спектром всюду. Значит, есть ширина зоны вот этой и вот этой. На каких-то атомных частотах спектр перестанет быть линейным. Эта частота, понятно, не так, и каждый человек, кто изучал трёхого тела, скажет, что атомные значения ширины зоны, зоны проводимости, это порядка электрон-вольта. В обратении это 3,5 электрон-вольт. Значит, на частоте. Это линейный ход линейный спектр. Вот эта независимость от частоты проводимости сверху ограничена частотами порядка ширины зоны. Порядка трёх электрон-вольт. Три электрон-вольта это примерно жёлтый свет. Жёлтый свет – это вот три электрон-вольта. Значит, когда вы по частоте гуляете от частот довольно низких, там порядка единицы на тару, до частот порядка трёх электрон-вольт, вы должны видеть вот эту констанцию е-клоград на четыре аж. А при 600-х больше, вы, простите, не должны этого видеть. Должны видеть отличия от этого. Ну и, конечно, эти самые ребята, это уже были другие ребята на Новосёвах, и, верно, там тоже участвовали, а и дели вот эту подругу в Измире. Тоже русский человек. Кузьмин. Потому что, как говорится, не спрашивал я у Алексея, кто он по национальности, Кузьмин значения не имеет. Но он работает в Швейцарии. Вот этот Кузьмин. И он как-то сразу это осознал. А что на самом деле понятно? Что вот моноатомный слой. И, конечно, вот эта проводимость, она должна быть не зависеть от толщины образца. То есть высокочисторная проводимость должна быть универсальной. Это он понял. И, наверное, всё-таки посмотрел в работе теоретически на эту тему. Но он предложил померить что? Вот коэффициент прохождения сверху. Вот вы имеете свет, который бросаете на графин пунктируемого нарисована. Свет отражается. Частично-частично проходит. Он предложил померить коэффициент прохождения. И померил. Коэффициент прохождения. И мы тоже должны сказать, что раз вечно слое моноатомное, то коэффициент прохождения должен быть близок к единице. Плохо поглощает вещество моноатомное. Но все видят, что целебро, или там любой металл хорошо отражает, потому что это толстый образец. Скил эффект умерет. Поле электромагнитное проникает вещество на расстоянии порядка 10,5 сантиметра. А это 10,8 сантиметра толщина образца. И, конечно, коэффициент прохождения не должен зависеть от толщины образца. Как он может быть универсальный. Может быть, он от параметра В, который с тем, что есть, будет зависеть. Но на самом деле проводимость устроена так, что это В, скорость электрона, В, там, 10,8 сантиметра, она выпадает из проводимости. И тогда, вот вы видели, что это 7, Е квадратный, 4, аж. Вот это. И тогда коэффициент прохождения он близок к единице, но отличается от нее. Вот вместо, это я уже косинус положил в равном единице для нормального падения в косинусе в равном единице. Вот это будет квадрат этой амплитуде коэффициент прохождения. Он отличается от единицы на величину π на е квадрат 9 на hc. Что такое е квадрат 9 на hc? Клориду школе. Е квадрат 9 на hc. Клориду школе. Эта величина е квадрат 9 на hc называется постоянная тонкость электрона. Она фигурирует в одном из секторов. Ну, в очень гектарных вещах. А вот конденсменты оно возникло впервые. Такая комбинация е квадрат 9 на hc постоянная тонкость в физике твердого тела появилась впервые в графике. И ничего другого в коэффициенте прохождения не может появиться. Потому что е квадрат 9 на h вы имеете, а ц его тут стоит просто из-за электродинамик и скорость света. Поэтому эта величина универсальна. Ну, дупи возникло, но это уж ничего не поделает. И всегда ездит, когда они не просят. Е квадрат 9 на hc да еще и спит. И вот это есть где на такой коэффициент прохождения новой квадраты новости частот видимого спектра ограничены как снизу, так и сверху. И это, конечно, Кузьменко там был и Новоселов и Дмитрий Кузьменко говорили, что Новоселов услышал это про про это на него на семинаре и тут же остался автором этой работе. Не надо, если вы хотите что-то мерить, интересно, не зовите на ваш семинар ваших приятелей. Вот это есть коэффициент прохождения. Видите? Это есть коэффициент прохождения. это есть графен монослой. Вот это длина волны или обратная частота. Вот видите? Единица минус пиа это удовольствие это 2%. Коэффициент прохождения отличается от единицы на 2%. Вот они 2%. Вот видно отличаются на 2%, а тут по мере того, как длина волны становится меньше, это значит, что частота больше. Вдруг отличие возникло. И вы уже точно скажете почему. Со стороны больших частот коэффициент прохождения отличается от вот этого значения, единицы на 2%. И, конечно, они взяли не один слой, а два. И тогда увидели, что коэффициент прохождения не на 2% от единицы отличается, а на 4% в той же области частот. в этом ничего и не нет. А вот это теоретические кривые наши, да, и это есть коэффициент прохождения. Я попозже позвоню. Тут что нарисовано? Тут нарисован коэффициент прохождения, но для разных концентраций носителей. Вот это поглощение, вы помните, оно начинается тогда, когда частота больше двух химпотенциалов, а химпотенциал зависит от концентрации. Больше носителей поглощение возникает, начиная с больших частот, вот тут вот. Вот это есть пароль, а это меньше концентрация вот здесь. Конечно, это было померяно зависимость от концентрации только. А вот это замечательно и тоже, вот куда ни посмотришь на гражданин России. Это Басов, сын Нобелевского авиатора, Дима Басов, сам Гиего, такой эксперимент. Оказывается, оптика позволяет не только концентрации прохождения мерить, но и вещественную и мимую часть проводимости. Вещественную мимую часть проводимости можно мерить. Помните, я говорил, что второе свадаемое имеет вещественную мимую часть. И вот это они померили. Вот это есть вещественная часть проводимости. Там порог наблюдается, зависящий от концентрации. А теоретические кривые наши же. Вот это есть порог при определенной концентрации. Это есть мнимая часть проводимости. Вот смотрите, как это походит. Теоретическая кривая экспериментальная, теоретическая экспериментальная. Здесь для одной концентрации нарисовано, а здесь изменялась концентрация, вот как я раньше говорил, конденсат. Ну и менялась еще и температура. Вот видно, про температуру что-то заботится. Вот видно, что происходит, как этот порог, он расплывается, когда температуру повышаете. Синенькая, низкая температура, три термена, красная, высокая температура. Свините, а на любую кровотину сможем получить в этой способе? Какую? На любую кровотину. Какую? Что? По постоянному дому? Нет. А что такое мировая? Ну, когда у нас много шесть, там не перескаживаются. А это только мнимая часть проводимости, мнимая часть. Тут вещественное всегда будет. в этом месте есть вещественная часть проводимости. Нет, ну, конечно, эти все особенности проводимости, они здесь вот выливают. Вот оно тут уже есть, посмотрите сюда и сравните сюда. Тут вот видно, что это чередной проводимости. Вот оно будет. Видно? Экспериментальная гриба вот это надо сравнить с вот с вы увидите этот ну и здесь. Ну, чего сказать ответ на вопрос, касающийся минимально универсальной проводимости или оставить чтобы вы тоже не спали в таком в своем время. Потому что мы высокочастотную проводимость обсудили. А вот то, с чего я начал, универсальная и минимальная проводимость. Но вы уже ответ как бы на поверхности и вы легко догадляете с чем это связано. Универсальная ответственность. А я потому спросил, что я собираюсь рассказать про еще одно мужики я говорю. А тогда вот про это я хочу про это не очень распространяться. Есть явление, которое называется парадоксом клеема. И это явление мешает использовать графен в качестве выпрямительного образца. Но полупроводники используют как элементы фотодиодов, например. А вот то, что парадокс клеема существует в графене мешает использовать его, графен сам по себе в качестве такого образца. И происходит это из-за того. вот я наложил потенциал какой-то в графене как функцию координаты. Вот у меня скажем вот этот образец вот так доля си х, но там есть что-то такое, что позволяет мне наложить потенциал. И вот в квантовой механике, ну в классической механике известно, что если частицы налетают с энергией меньше барьера, то она должна отражаться полностью. Если она выше барьера, то она проходит легко. В квантовой механике это справедливо только далеко от барьера. Вот если по энергии уйти высоко, тогда действительно барьер будет слабо чувствоваться. Но в окрестности барьера барьер всегда чувствуется в квантовой механике. Даже если частица вот близко над барьером падает. А в графене оказывается, что частица которая налетает на барьер вот так нормально к барьеру она всегда с вероятностью единица проходит независимо от энергии. И происходит это из-за того, что нет ущелья. Вот тут видно скажем где он вот тут не надо смотреть на формулу а видно что если частица ну электрон вот он здесь налетает на барьер то после барьера он становится дыркой энергия сохраняется но из-за того что здесь есть состояние этот электрон пройдет туда и оказывается что вероятность этого прохождения не зависит от энергии и всегда равна единице. В графене это так. Это средствие того что нет щелива тут она очень маленькая и линейного спектра. вот вот на бислое если взять два слоя в графене можно уже устроить фото выпенителя и вот эти ребята рыжие их фамилия рыжие на самом деле рыжие они рыжие они опять же русские люди в Японии опубликовали работу о том что сделали фото на бислое в графене там есть щель можно сделать щель ну вот эта речь идет о бислое и я не буду раз уж время про это распространяться это очень красивое явление но бог с ним два слова я хочу сказать о том что ждет своего исследователя речь идет вот о чем об колебании решетки очень любопытное колебание решетки в графене но в элементарной ячейке два атома у каждого атома три институты не свободы несмотря на то что графен плоский атом может и поперек слоя смещаться конечно он может выходить из слоя три ордината лежат атомы на плоскости может смещаться в трех направлениях куда хотят и два атома элементарной ячейки дают шесть степеней свободы из шести степеней свободы три ветви акустических у них частота стремится к нулю когда волновой вектор стремится к нулю здесь гамма волновой вектор равен а три ветви оптические частота выходит на некую константу и очень интересной является та ветвь акустическая которая реализована так что атомы коллегуются в перпендикулярный слой почему интересно потому что есть теория упругости макроскопическая теория упругости красивая наука и она специально занималась колебаниями пластин вот тонкая пластинка обязательно надо заниматься колебаниями пластинка там все перекрыли что стоят пластинка и если пластинки тонкие то оказывается в теории упругости показывается что вот эта вот дисперсия нелинейна у звука всегда дисперсия линейна частота прямо пропорциональна волновому вектору омега равняется СК волновой вектор скорой звука а у пластинок не может быть такого потому как там частота пропорциональна К квадрат должна быть это из-за того что вот эта самая упругость поперёк маленькая ну почти отсутствие упругости и это означает что вот эта вот мода должна квадратично здесь себя вести но если вы посмотрите внимательно у атомов есть вполне определенные силы это можно поизучать вследствие этих сил все-таки на очень мало как должна быть линейная диспера вот здесь вот она должна быть линейна потом квадратична а потом уже какая-то зависит от того как пришло это сделано померить вот это вот поведение очень интересно потому что ну это имеет по всему отношению как переходит спектр с линейного участка на очень малых на квадратичную было бы очень занятно посмотреть это трудный эксперимент никто этим пока не озаботился но скоро озаботится вот я к вам пришёл значит кто-то должен подъезжать в аппаратуре и завтра померить распространение вот этих вот мадр полиализованных как публикулярный слоем поэтому должен вырастить образец графиновый по крайней мере ну не такой 10 микрон в этот размер тогда звук может померить скорость и на частоте ну вот в этом смысле я желаю вам успех скорость звука у разных мод разная у вот тех вот у этих поляризованных плоскостей скорость 15 у одной и 20 у другой километров в секунду а у той о которой я говорил видно что должна быть скорость звука 1,2 километра в секунду вот очень в графите не знаю не посмотрел но она больше чем 1,2 а меньше потому что он графит твердый такой но мягкий такой мягкий в этом направлении поэтому она должна быть все-таки меньше чем 20 километров в секунду но больше чем один заметно потому что один слой обладает меньшей упругостью больше упругости меньше жесткости все спасибо за внимание а вы мне скажете почему так одно то что у нас это не нужный вопрос потому что надо считать проводимость принимая во внимание какой-то механизм рассеяния универсальная вот можно получить эту универсальную зависимость при следующем высоте если взаимодействие с дефектом дефектом с таких внули но если это взаимодействие больше всего наследие это называется универсальная вот если устренить в этой форме взаимодействие бесконечности получится универсальная а по физике первое это проводимость по принесной зоне вот из-за возникает принесная зона и по принесной и а потому что я говорю как я получаю я усремляю бесконечность этого не могу вот это размеры атома вот это вопрос замечательный потому что значит ну что я могу сказать расстояние между атомами и мугриродами вот плоскости 1,42 сотоконцент значит вот так они образуют решетку эти шарики мы сетистовались размеры этой шарики 1,42 но если я график делаю то там расстояние между плоскостями между комнат и график и сетистов уже 3,2 3,3 антистрелла вот это расстояние 3,3 антистрелла а вот это расстояние 1,42 что я могу сказать почему 10 в этой гостости а потому что как вы будете мерить скорую звуку вы пустите импульс потом этим стандартным импульсом сравните отраженный скорость надо померить значит запахнуть а границы импульс отразится а чтобы это рассечь эту задержку мы все-таки должны только заметные кристаллы иначе у каждого кристалла есть края и вы не обнаружите задержки чем больше кристалл тем проще нерезь скорую вас я могу сказать если вы сейчас только в других подберемся что в этом семестве полагается что мы делаем рефераты на все и если такие я Продолжение следует...